Привет, кибер-детективы! А смотрите, что это! Это же Song of Farca! Вы, наверное, уже думали, что всё, никакой Farca не будет больше, а она... Вот же она, посмотрите-ка, надо доиграть, надо доиграть. Я посмотрела там... 3 февраля. Это у нас, наверное, было уже в предыдущей серии. Давайте ещё раз посмотрим. А нет, смотрите, Гринет нам звонит. Алло? Изабелла Song? Это ещё кто такой? Я Гринет. Я знаю, что ты обо мне знаешь. Нифига. Ты комментировала мои посты. Ну, допустим, у вас есть доступ к паре серверов, и что с того? Я не айтишник. И я не Алекса Хеннинг. Теперь ты мне веришь? Ладно, что вы от меня хотите? Нанять тебя. Война с корпорациями в полном разгаре. Пора поднять ещё грязи, чтобы их дискредитировать. Вы хотите предложить мне дело? Именно. Дело сопротивления диссидентства. А какая планируется оплата? Оплата? Ага, оплата. Я этим зарабатываю на хлеб. Борьба за правое дело ценна сама по себе. Вы шутите? Ты читала мои манифесты. Ты видела, какую огласку получил процесс Гринета? Звучит, как работа за рекламу. Да как ты смеешь? Я тут не логотип для конторы заказываю. Я только что поработала за бесплатно, а счета за коммуналку никуда не деваются. Хочешь до конца своих дней горбатиться на корпорации? Так я не работаю на корпорации. Ты работала на Ройканенов. Ты работала на Фаркафликс. Они выписывали тебе чеки. Стоп, я никогда не работала на Фаркафликс. Разве не их звезду ты защищала от шантажа? Я даже из дома выйти не могу. Что вам от меня надо? А из-за кого ты вынуждена там сидеть? Так, кто не включил опять секундомер? Так вот... Послушайте, я поддерживаю ваши идеи. Раскапывать грязь тоже по моей части. Но... Но я под домашним арестом. У революции есть те шансы превратить его в тюремный срок. Ты поможешь добиться справедливости. Ты поможешь людям. Ты освободишь Фарку. Не могу. В этот раз я пас. К тому же я эмигрант. Но у тебя есть и местное гражданство. Да, но мою родную Кубу тоже поглощают в корпорации. Как быть с ними? Если у вас есть деньги, я готова подписать официальный контракт. В противном случае придется нам распрощаться. До свидания. Ясно, пока. Завербовать мне хотели. Путь к спасению! Погнали! Новое дело. Че там в холодильничке, Изи? Короче, я посмотрела, здесь 12 дел. Фазигуль звонит. Давай отвечать. 12 дел. Которые можно пройти. И мы с вами прошли что-то типа 9, что ли? Или 8? Изи! Фази! Привет! У нас с Джесси проблемка. Она сейчас выступала на корпоративе в старом городе. Едва она раскланялась, как мы обнаружили, что здание отцеплено полицией. Объяснения от них не добиться. Ты не знаешь, что происходит? Вот же черт! Вы не слышали о протестах? Я получила уведомление от правительства, но в нем не было ничего конкретного. А что, все серьезно? Ну да, довольно серьезно. На улицах толпы. Понятно. Ты можешь выяснить, безопасно ли тут оставаться? Как-то неуютно сидеть в заперти с кучей сотрудников корпорации. В каком смысле? Не такие здания наверняка будут нападать... А, на такие здания наверняка будут нападать в первую очередь, с учетом обстановки. Я недостаточно важная персона, чтобы иметь личную охрану. Да и Джесси тоже. Я просто стараюсь действовать осторожно. Иногда лучше перестраховаться. Согласна. А ты сказал Джесси, что обратился за помощью ко мне? Нет, пока нет. Она уверена, что мы в состоянии разобраться сами. Ясно, у меня есть знакомая в полиции, расспрошу ее. Ой, она бесполезная такая, бабца. Ну, ладно. Отлично, спасибо. Симан, это да. Инспектор Симан Серера. Что вы хотели, мисс Сонг? Я с этими протестами занята по уши. Быстрее, пожалуйста. Насколько все плохо? С протестами? Ага. Чудовищно. Но протестующие в порядке. Надеюсь, они не разойдутся настолько, что мы уже не сможем толком их защищать. Службы безопасности корпорации засуетились. Как будто в этой ситуации без них мало опасностей. И я не готова отдать свой город на растерзание. А какая сейчас обстановка в старом городе? Это эпицентр беспорядков. На улицах толпы. Люди на взводе. У меня друзья сейчас в здании старого театра. Твою ж мать. Держать периметр. Где чертов отчет? В старом театре, говорите? Да, что случилось? Нам сообщили о перестрелке в здании. Отправляем отряд выяснять. Если ваши друзья там, пусть сохраняют спокойствие и не высовываются. Нифига себе. Айзек? Привет, Изи. Айзек, я не могу сейчас говорить. У тебя все хорошо? А то с этими протестами я в порядке, но Джесси застряла в здании старого театра. Оттуда надо валить. Спасибо, Кэп. Прошел слух, что на него готовится нападение. Может, это утка? Нет, мне сказали, там была перестрелка. Блин, удачи. Я позвоню, если узнаю, что полезное. Так, Джесси застряла в городе из-за протестов. Нужно помочь ей выбраться целой и невредимой. Так, в этом году у Джессики запланировано много выступлений в республике Фарка. Расписание на февраль-март. Так, галерея, клуб Прайд. Та-та-та-та-та. Делопен посетила ФГУ. В понедельник Джессика Делопен блестяще выступила в кампусе Фаркского государства-университета. Остроумные актуальные шутки нашли отклик и у студентов и преподавателей. Очаровашка Делопен нашла любовь. Похоже, у нашей любимой актрисы наконец появился партнер. Правда, мы не знаем, кто это. Красавец-мужчина, эффектная девушка, кто-то из середины спектра. Кто знает, но, похоже, дело идет к свадьбе. Ну, нифига себе. Где-то застрял в городе, понятно. Симан Сарера. Пару раз с ней работала. Ага. Десять лет со дня трагедии в порту. Ровно десять лет назад, 1 февраля, в доках вспыхнул пожар. Причина возгорания неизвестна, но пламя уничтожило половину доков. Только благодаря нашим пожарным огонь не перекинулся на город. Несмотря на усилия групп экстренного реагирования, в тот день погибло много людей. Полицейские быстро организовали парамедиков и даже сами вытаскивали людей из огня. Симан Сарера, инспектор ДПФ, потеряла руку, спасая Майкла Делферра, который недавно стал директором Государственного музея в парке. Панихида пройдет возле памятного монумента в порту в 15 часов в следующую субботу. Новый инспектор ДПФ. 23 июня Симан Сарера вступает в должность инспектора 37-го полицейского отделения в парке. Она кончила в ПГУ по специальности юриспруденция. Симан служит в парке уже 18 лет. Потеряла руку, входит на задание, награждена медалью за храбрость. Присяга. 10 июля вступят в силу изменения полицейской присяги. Новый инспектор ДПФ Симан Сарера дала комментарий. Изменения в тексте чисто номинальные. Самый важный дух присяги не изменится. Полиция будет по-прежнему беспристрастна и компетентна служить людям в парке. Старая версия текста. От всего сердца торжественно клянусь служить в парке честно, справедливо, усердно и беспристрастно. Клянусь защищать основные права человека, равно уважать всех, сохранять мир и предотвращать все преступления против людей и собственности. На то дана мне власть. Так, ну давайте в фазе тоже прогуглим, но по-моему там не должно быть ничего такого. Ну да, ерунда. Так. Внимание. Так, отправительство в парке. Уважаемые сограждане, город перекрыт из-за масштабных протестов. Бивают шпионов, из них плохой парашют, только из-за дни-няни они не защищают ноги. Что за бред? Что за бред? Старый театр. Ну давайте. Маленький театр в старом городе, где проходил корпоратив. Джесси и Фази не могут выйти. Жукобот их спасет. Скорее всего, Фази, Джесси. Мужчина в маске патрулирует. Матерь божья, приколы эти, блин. Ладно. Ладно, допустим. Нужен пароль. Понятно, я даже знаю. Жукобот, конечно. Статуя дракона разряжена. Муляж бочки бензина. Что я подняла? Аккумулятор. Так, я его заперла там. А теперь не могу отсюда выехать, да, получается? Зовет на помощь. А, смотри, он зовет на помощь. Так, ладно, это мне будет зачем-то нужно. Ага. Сейчас, подожди. Ничего не делаю, просто стою. Ну все, сейчас я должен побежать на помощь, разве нет? Я думала, я думала, такая идея. Уличная одежда Джесси. Ладно. Так, ну если, может быть, от первой, вот смотрите, типа, если от первой, да, считать, то типа... Раз, два. И обратно, пять. Пять, да? Потом сюда. Два, шесть, два. Два, пять, два. Пять, два, один. Пять, два, один, четыре. Я подозреваю, что просто старт не от единицы начинается. Я же правильно посчитала? Типа, вот, единица. Пять, четыре, пять. Два, шесть, два. Два, один. Пять, четыре, три. Четыре. Пять, два, один, четыре должно быть. Ну, нет, не получается. Может быть, вот эти красные, красные треугольники должны на что-то намекать? Или они просто? Как понять, короче, откуда стартовать? Вот в чем проблема. Тут больше никаких подсказок нету. Ну, конечно, это же, блин, фарка. Тут все максимально непонятно. Ну, да, тут не будет подсказок. Тут не будет подсказок. Треугольники. Тут три, тут четыре, получается. Тут четыре цифры. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Может быть, с этим как-то связано? Типа, один, два, три, четыре, пять. Почему такой, да, странный этот? Один, два. Непонятно, непонятно. Давайте, давайте, давайте спросим у интернета, я думаю. Короче. Не спрашивайте меня, как. Я посмотрела, как всегда, тут был такой гайд, где не написано, какой пароль. Вот. Но написано, как это работает. Короче, эти стрелки показывают направление до ближайшего ответвления. Вот эти стрелочки, вот эти красные, это типа ответвления, да? И типа стрелки не могут вести назад. Но откуда я должна была знать, что они не могут, блин, вести назад? И, короче, если смотреть, то вот типа раз ответвление, два ответвления, это назад. Но назад нельзя идти, поэтому мы идем в пять. Здесь туда получается раз, два, но назад идти нельзя, поэтому это шесть. Сюда раз и идти нельзя дальше. Подожди, получается сюда и обратно не может быть, значит, что-то сюда. Короче, все, я запуталась. Ну, я правильно с первого раза... Когда мне сказали, как это работает, я с первого раза, в общем-то, правильно все подобрала. Ну, это вот одна из тех дурацких загадок Фарки, которые, блин, дну ее. Так, его надо закрыть здесь. Сейчас закроем. Отлично. Так, теперь... Система безопасности мерзко пищит. Ну все, можно идти. Все отвлеклись. Так, я запись включила, обратно включила. Фарковские загадки. Изи, мы нашли какую-то странную заднюю дверь и спустились по лестнице. Да, это я открыл дверь. Спасибо, без тебя из нас бы сделали отбивные. Мы сбежали из театра в панике, надеюсь, полиция со всем разберется. Джесси, пожалуйста, не беги. Мы уже прошли несколько пролетов. Чудо, что мы до сих пор разговариваем. Да, связь, на удивление, хорошая. Сколько этажей вы прошли? У него, блин, пульс 60. Не похоже, что он бежит. Не знаю, три, может, пять. Тут очень пыльно. Джесси, подожди меня. А, нет. Что такое? У нас три одинаково непривлекательных варианта. Первый подняться обратно туда, где идет перестрелка. Второй спускаться дальше, но, похоже, нижний этаж затоплен. Оттуда видно воду. Отсюда. И третий пойти по темному и очень узкому коридору. Джесси, пожалуйста. Придется идти по коридору. Знаю. Доверие он не вызывает, но что поделать. Он выглядит как нора, прорытая гигантским чер... Твою мать. Подожди меня, Джесси. Что ты видишь? Мы в коридоре. Тут вход в какой-то бункер. У тебя видео отключилось? Наверное, тут связь хуже ловит. Ясно. Итак, бункер. Тут висят британский флаг и какие-то агитплакаты. Кажется, времен Первой мировой. Что ж тут? Твою мать. Что происходит? Это скелет. Тут мертвец лежит. Скелет? Да, скелет. В римском наряде. Я не знаю, Джесси. Спокойно. Просто выйдите оттуда. Трындец. Да, я вижу. Что? За нами дверь захлопнулась, не открывается. И та, что впереди. Обе заблокированы. Мы в ловушке. Вот, блин, и правда. Теперь понятно, как тут появился скелет. Осмотри бункер. Возле выхода есть панель с клавиатурой. Вход, похоже, запечатался наглухо. В углу валяется скелет на стене плаката. Что нам делать? Осмотри плакаты. Их тут два. На одном просто портрет короля. Смотрит прямо на меня. Подпись, заставь их повиноваться. О, славные времена протектората. В учебниках и таком не писали. Чувствуешь силу его любви? А на втором фаркский солдат и подпись под дулом пистолета свободы воли нет. Просто вытащи нас отсюда. Что нам делать? Осмотри скелет. Кажется, я знаю, кто это. Это Эбигел Кроуфорд, знаменитая актриса 60-х. Нифига себе, он шарит. Как ты это определил? У нее в руках сценарий фильма Титандроник. В верхней части пометка. Написано, я опознал безумие. В нем нет свободы. Так вот, куда она делась, когда пропала без вести? Что нам делать? Осмотри дверь. Я у двери. Тут есть панель ввода. Над ней нацарапано слово, вроде свобода. Есть идеи, какой пароль набрать? Эм, воля? Я слышу что-то вроде вентиляторов. Думаю, к этому моменту мы должны были задохнуться от газа. Погоди, что? Газ давно улетучился. Ничего не случилось. Есть идеи, какой пароль набрать? Давай, свобода. Ничего не случилось. Безумие? Эм, рабство? Открылось, только теперь свет вырубился. А у тебя нет фонарика на телефоне? Ой, точно. Да, она то же самое сказала. Я им никогда не пользовалась, я же не спелеолог какой-нибудь. Что ж, вперед. Что вы видите? Такие же стены, только плесени побольше. И явно откуда-то идет сквозняк. Помнишь такие решетки со стеклянной плиткой на улицах старого города? А, это световые люки. Мы у самой поверхности. Черт, отсюда слышно, что творится на улице. И как оно? Крики в отдалении, приглушенные выстрелы. Ужас, просто ужас. К одному из люков, кажется, прижата чья-то голова. Если он попал под ноги толпы... Да, и правда. Давай сменим тему. Джесси занервничала? Ага, а ты бы на ее месте нет. А ты почему такой спокойный? Я служил во флоте. Не пойми, меня неправильно было дико страшно. Просто после такого чувствительность снижается. Ага, конфликт с Иерусом Сибири. Я встречала парня, который в нем участвовал. Да ну, кого? Помнишь психа из новостей? Которого? Безумного культиста. Вырывал из людей импланты. А, этот. Блин, это жесть. Так, гора Черепов. Славно. Это забрели в катакомбы? Как ты догадалась? Назовем это интуицией. А ты знала, что у нас в городе есть катакомбы? Откуда ты вообще знаешь про катакомбы? Помнишь Гайгу Ройканин? Ага. У нее там база. Черепов как-то многовато. А парижский так же выглядит? Так, мы на распуте. В левом туннеле кромешная тьма, но оттуда дует. В правом виднеется свет. Куда нам идти? Давай оттуда, откуда дует. Ты уверена? У нас нет никакой информации об этих туннелях. Ну, у меня тоже. Можно с тем же успехом выбрать наугад. Тебе все равно, что с нами станет? Нет. Нет, конечно. Тогда помоги нам как-нибудь. У меня нет карты. Любой из двух путей может привести вас на поверхность. Или в западню. Просто будьте на чеку. Если что-то пойдет не так, сразу назад. А если мы заблудимся, я записываю весь маршрут. Ну, значит налево. Изи! Я здесь? Ты не поверишь, что я вижу перед собой. Вы в безопасности? Наверное. Тут что-то вроде лифта. И что с ним не так? Комната битком набита козьими черепами. Мы думаем, что остальные кости тоже козьи. Лифт что, покрыт костями? Нет, обычный современный лифт. Черный. Не придется вам сесть в лифт. Да, она это сказала. Я думаю, это правильное решение. Ну, как минимум, у него есть кнопка со стрелкой вверх. Скажи ей, что в худшем случае она окажется в поместье Гайги. Что? Как? Не спрашивай. Я нажимаю кнопку вызова? Ну. Ничего не происходит. Блин, отвалилась. Похоже, эта кнопка вообще не отсюда. Ого. Что на этот раз? Тут открылась целая секция. В ней три паза одинаковых. Паза. Тогда поищите, что можно в них запихнуть. И какие-нибудь подсказки. Ладно, это мы можем. Осмотрите комнату. Сделаем. Кроме костей и черепов, тут футон. На нем что-то вроде дневника. Собачьи игрушки, гитары, игрушечный зонтик, сапфировый дельфин. 11 удостоверений с козлом на фотках. Ай, полистай дневник. Тут все большими буквами. Бред какой-то. Писал кто-то по имени Билли. Постой, тут много про Акурой Канена и его дочь. Забей, длинная история. Ладно, ну еще тут вроде как загадка. Загадка? Прочтешь? А заглавлено капрексит. Накормите меня, братья мои. Но никакой воды на ужин. Настанет время игр и возрадуется мудрый. Осмотри дельфина. Он из сапфиров. Точно беру. Он заткнул дырку? Да, в моем бюджете. Смотри кости. Хочешь проверить, не подойдет ли одна из них? Ну да. Нашел. Она украшенная. С резьбой. И что на ней вырезано? Козел, жующий кракена. Гайга. Осмотри собачьи игрушки. Тут целая куча игрушек. Что-нибудь подходит под пазы? Одна палка может влезть, правда она несколько погрызенная. Хватай. Есть. А смотри зонтик. Зонтик подходит идеально. Странно, скажи. Тут стены сложные с костей, изи. Я уже ничему не удивляюсь. Понимаю. Взял зонтик. Посмотри гитару. Настоящая акустика. Расстроена в хлам. Ее можно вставить в паз? Нет, определенно нет. Ну что, пора втыкать приметы в пазы. Ладно, что куда пихать? Тут явно нужна правильная последовательность. Извини, я искал скрытую камеру. Да, тут подписаны цифры. Как ты догадалась? Много играла в охоту со сокровищами. Ясно. В каком порядке вставлять? Так, накормите. Никакой воды на ужин. Останет время игр. Накормите меня. Кость. Так, зонтик. И игрушку. Смотри-ка, подходит идеально. Похоже, кто-то все-таки пользуется этими туннелями. Ох, слава богу. Внутри есть кнопка наверх. И она работает. Едем наверх. Кажется, мы на поверхности. Слава тебе, господи. Что ты там нашла? Жесть, я нашла дверь в соседнюю комнату. Вот блин. Что такое? Мы в магазине комиксов. Он разгромлен. Витрина разбита. Похоже, мы в торговом центре. В каком? Не знаю. Вандалы тут хорошо поработали. Как они ухитрились причинить столько ущерба за такой короткий срок? Отправляю точку на карте. Получила. Вы на Еллоу Кинга-веню. Так. Походи, я что-то слышу. Черт, там какие-то люди разговаривают. О чем? В основном один мужик. Похоже, он пьян. Что-то о высоком замке и несчастьях народа. А еще слышно женский голос. Что-то о пластилках корпораций. Трудно разобрать. Попробую рассмотреть их. Попробую. Черт, у них оружие. И их много. Один, два, три. Не знаю, слишком много. Прижали к полу какого-то служащего. К полу. Пьяный чуть ли не стоит на нем. О нет, ты какого? Что такое? Джесси не смотри, оставайся там. Нам надо отсюда выбираться. Что случилось? Когда служащий заплакал, здоровенный мужик взял и напрыгнул ему на спину. Парень закричал, мужик опять прыгнул. Раздался хруст. Парень умер. Остальные просто стояли и смотрели. Кажется, они уходят. Блин! Что такое? Вы в порядке? Нам пришлось спрятаться. Я увидел, как двое бандюк тащат клерка. Совсем мальчишку. Похоже, они направляются сюда. Что я могу сделать? Я вижу камеры. Надеюсь, они работают. Поможешь нам? И пареньку если сможешь. Блин, какая-то серия мутная. Я, блин... Только и делаю, что читаю. Я хочу расследовать. Я хочу лазить по катакомбам сама, а не слушать там, что типа... Вот, мы в катакомбах. Что дальше? Так, мародеры. Жукобот. Так, куда они все побежали? А, так и наши побежали. Ой. Он просто взял и убежал. Он слышал музыку и просто решил свалить. Нормально. Нормально. Интересно. Ай. Приколы приколюшные. Так, ну хорошо, сбежали. Опять сейчас будем читать кучу текста. Айзек звонит. Изи, я узнал насчет театра. Айзек, мне некогда. Мои ребята сказали, что среди выживших не было никого похожего на Джесси. Там просто бойня была. Боюсь, она... С ней все хорошо, но это не точно. Что случилось? Давай потом поговорим. Айзек, я занята. Джесси звонит. Изи, ты меня слышишь? Джесси? Я так рада тебя слышать. Это был какой-то кошмар. Столько смертей. Извини, просто это все так и стоит перед глазами. Фази, в порядке? Ио зацепила пуля и говорит, ничего страшного. А, хорошо. А то уж я собиралась волноваться. Так, мы смылись из этого долбанного торгового центра. До наших квартир отсюда по-прежнему далеко. Мы сейчас в районе Кассиус. Помощь нужна? Фази? Что случилось? Погоди секунду, Изи. Фази, ты в порядке? Блин. Блин! Джесси, что случилось? Никакая это не царапина, Фази. Мне наплевать, где ты служил. Заткнись. Изи, у Фази рано куда глубже, чем я думала. Идея есть? Можно сделать небольшой крюк. Сдать его в больницу. Бред собачий. Изи, он говорит, чтобы мы не морочились. Я против. Ему нужно в больницу. Она со мной согласна. А это тут вообще при чем? В тебе пуля! Ладно. Ты служила в армии? Нет. Нет. Значит, это двойная рана. Он говорит, что даже лучше, чтобы пуля не осталась внутри. Но ему все равно нужно в больницу. Рана есть рана. Говорит, рана не смертельная, но идти он не может. Говорит, судя по кровотоку, артерия не повреждена, но пуля задела кости, и рану нужно перевязать. Вот в больнице перевяжут. Ты был врачом? То есть хочешь заползти в оккуп и переждать? Ты это слышала? Частично. Что нам делать? Врач не врач, какая разница? Надо ставить его в больницу. Рада, что ты на моей стороне. Надеюсь, на этот раз мы взяли правильный выбор. Ну, уже осталось чуть-чуть. Чуть-чуть? Да, больница тут за углом. Черт, все здание огорожено. У входа толпа народа, требуют их впустить. Поняла. Сможешь обойти вокруг? Держись, Фази. Я нашла место, где людей поменьше. Думаю, стоит попробовать прорваться тут. Я перезвоню. Изи, у твоих друзей все нормально. Поступают сообщения о мародерствах по всему городу. Я в курсе. Фази пострелили. Да ты что, как он? Джесси отведет его в больницу. В центральную? Да. Ее перекрыли. Короли корпорации задергались. Так Джесси на них работает. Ты забыл? Ага, точно. Тогда все должно быть в порядке. Звони, если что-нибудь еще узнаешь, хорошо? Без проблем. Фази приняли. Он в порядке. Его страховки как раз хватило. С другой стороны, я даже не ранена. Но моей страховки почему-то не хватает. С учетом обстановки, как выразился работник. Так что меня вышвырнули. Ох, чудаки. Ну хотя бы Фази забрали. Давай я тебя провожу. Тут стало как-то жутковато. На улице не души. Может лучше вернуться? Нет, тут хотя бы нет людей с пушками. Крадусь по стеночке. А что вокруг? Погоди, тут что-то есть. Это баррикада? И никаких знаков, предупреждающих табличек? Ничего. Это бульвар-резидент. Мой дом сразу за ним. Хорошо, ты почти дома. Попробую пройти тут. Ты можешь проверить, все ли в порядке? Проводи меня, пожалуйста. Ну да. Ой, зачем я звоню? Я не хотела звонить, а случайно. Не, ну то, что Фази пострелили, хоть какой-то нерв. Опа, дрон. В этой серии, потому что, блин, ну все остальное... Джесси хочет домой. Жукобот? Конечно. Кто, если не он? Окно заперто. Записка. О-о-о-о-о! Началось! ноты ясно выиграть крупнокалиберных пуль старый усилитель сейф стоит так это скрипичный ключ ага хорошо сейчас так сейчас стоп значит это получается ми фасоль ля си ми си до ре ми фа ми си ре фа так е б д д ф е б д ф если я ничего не перепутала е б д ф так е б д оба д tit я надела что все получится я просто не знаю обозначение букв вот по буквам эти которые вы поняли сейчас ладно давайте еще раз Значит, это ми Ми, фа, соль, ля, си Си Ре Ре, ми, фа Ну, я правильно тут сказала Ми, си, ре, фа Подожди, тут окно можно открыть Ми, си, ре, фа Е Е, б Е, б, д, ф Так е, б, д, ф получается Я так и сказала Е, б, д, ф Е, б, д, ф Не так, что ли? 5 2 Е, б, д, ф 5, 2, 4, 6 Понял, не снизу, а по порядку Все ясно Ре Ми Ре Ми, си, фа Ре Ми, си, фа Поняла Так Ре Д Е Д Е, б, ф Д, е, б, ф Так Д Е, б, ф Д, е, б, ф Д, е, б, ф 4, 5, 2, 6 4, 5, 2, 6 Так Еще теперь Удачно Разбито Ура Мы справились Каев Так, я внутри Стоп У меня послышались какие-то звуки Но сейчас все тихо Наверное, воображение разыгралось Никогда не считала фарку опасным местом Но теперь Блин, а я ведь была готова назвать ее своим домом Ну, хоть фазе в безопасности Правда, будь он со мной, было бы не так страшно Подожди, я что-то слышу О, нет, стреляют Беги оттуда Куда? Я не могу Блин Я проведу Тут какая-то фигня творится Что происходит, Джесс? Пара подростков пробежали мимо, пригнувшись, как будто за ними гонятся А еще в одном из зданий женщина в окно выглянула Но как только заметила, что я на нее смотрю, скрылась Я слышу выстрелы и крики Далеко? Близко? Близко? Ты разве не слышишь? Твой микрофон фильтрует шумы Черт Спокойно, не шуми, не делай резких движений Вроде закончилось Я ничего не слышу Так, лучше пока посидеть в укрытии Что ты видишь вокруг? Я в переулке Тут прячется какой-то парень Попробуй с ним поговорить Может он что-то знает Ну, давай Эй, эй, чувак Нет, стой Джесс? Посмотри видео, которое я скинула По-моему, сейчас не время для мемов Посмотри чертова видео Давай посмотри Да не с ним Я случайно Это что, человекоподобный робот идет? А это оператор человекоподобного робота? Что-то не ладно Не похоже на вот это Ну, фиг его знает Давай вот это Да? Нормально Что за организация с дельфином? Мы, кстати, вставляли сапфирового дельфина Вот недавно в пазы Так, снято Джесси на бульваре Резидент На видео вооруженный робот убивает студентов А, это ФГУ На глазах у наводчицы На форме женщины логотипа Эль Футура Вот оно что Да, посмотрела Ты где, в безопасности? Ты посмотрела? Срочно в укрытие Блин, она меня заметила Да, где ты? Видео отключилось Я в подвале трехэтажки Свет горел только в ней Одно из окон было разбито Я пролезла внутрь Слышу пальбу Надо вытаскивать тебя оттуда Нет, я видела людей на улицах Нужно им помочь Это слишком опасно Знаю, мне сейчас офигеть, как страшно Но со мной ты, а им никто не поможет Джесси, не надо Слушай, я тут нашла гаечные ключи Полную канистру бензина Что-нибудь придумаем? А ты ее дотащишь? Думаю, тебе не нужно напоминать, что я качаюсь Ладно, так и быть Но сначала нужно осмотреться Мне вылезти? Нет, сиди там Это здание фирмы Уросур, так? Ой, точно, район тот Плюс я видела знак с похожим названием Похожим? Там не все буквы горели У меня есть план здания Ты точно хочешь этим заниматься? Им больше неоткуда ждать помощи Ну тогда за дело Я знала, что на тебя можно положиться Так Где-то в здании должен быть передатчик Ну-ка Я почти на крыше Смотри, чтобы тебя не засекли Стараюсь, пробираюсь ползком Видишь что-нибудь необычное? Тут какая-то странная штука с антенной Вероятно, передатчик? Как скажешь Ладно, спускаюсь Наводчицу давай смотреть Я на месте Видишь ее? Вижу Использую приближение в камере Ладно, так Темная униформа, планшет Она только что на него нажала Она тебя видела? Нет, не видела Так, опять выстрелы Видимо, это она управляет роботом Логично Так Давай робота поближе Вижу это чудовище А оно тебя? Нет, точно нет Просто обходит здание вокруг У него есть видеосенсоры? А как они выглядят? Ну, скорее всего излучают свет Какие-то красные светяшки есть Дергаются туда-сюда Это ночное зрение Можно перегрузить его системой огнем Время для канистры с бензином? Да, мы выяснили все, что нужно Возвращайся на базу Изи, я вижу выстрелы вдалеке Там еще роботы Давай, для начала с одним разберемся Иди назад Так, проверь главный вход Закрыто Снаружи или изнутри? Снаружи Хорошо, они не хотели, чтобы кто-то попал внутрь И как это нам поможет? Это значит, что ты в относительной безопасности Сосредоточься на задаче, пожалуйста Так, разорвем контакт робота с наводчицей? А что логично? По-моему, это для нас лучший вариант И как это сделать? Вырубить электричество, сжечь передатчик, сломать передатчик Справимся Если ты считаешь, что это правильное решение Какой способ лучше? Вдарим по передатчику Я на крыше Как передатчик выглядит? Прочный? Трудно сказать, тут темно Ломай Так тебе, выкуси Изи, он замигал, это хорошо Видишь наводчицу? Черт, она смотрит на меня Беги назад! Бегу мимо окна Робот не остановился Совсем озверел Я вернулась Черт, похоже, не сработало Остался только один вариант Придется действовать быстро Ясно Хочешь поджить робота? Думаешь, сработает? Готова поспорить У него инфракрасное зрение Если этого робота перегреть, он ослепнет Черт, звучит опасно Ну, ты все еще можешь просто сбежать Нет Если ты уверена, давай действовать Что мне делать? Проберись в магазин Достань мыло стеклянной бутылки Это на первом? Угу Все, нашла А теперь намешаем парочку коктейлей Молотова Наполни бутылку мылом, бензином И засунь ее тряпку Откуда ты все это знаешь? Солнце, тут большого ума не надо Готово А теперь на галерею Поиграем в бунтарей Открываю окно Так, я готова Железка приближается Подожди, чтоб наверняка попасть Он рядом Поджигай! Получай, гребаная железяка Почему я все это читаю? Я хочу это смотреть Получилось Видишь наводчицу? Что она делает? Вроде да Набирает что-то на планшете Робот открыл огонь на первом этаже Блин, пули так и свищут О нет, поднимает оружие Ручное управление Блин Беги в подвал Найди оружие и спрячься у входа Джесс? Джесс? Ах ты сука, отвали Джесси, что происходит? Теперь уже не так весело, а? Джесси Там наводчицы дерутся Изи, мне тут сказали, что мне некогда Это важно На мысе у Лисса пожар Айзек, я занята Изи, это я Что за хрень сейчас была? Я ее вырубила Я вырубила наводчицу Она жива? Не знаю Знать не хочу Кровь была? Ага Проверь, жива ли она Она не дышит Блин Ты не виновата Еще как виновата Она тебя вынудила И что мне теперь делать? Сиди там А как же робот? Думаешь, она бы кинулась на тебя сама, если бы робот был на ходу? И правда Скажи мне одну вещь Тебе не попадалось никаких табличек, знаков, проход запрещен? Я точно не видела Ни единой Ты видела, как легко было зайти за ту баррикаду? И что теперь? Теперь, когда мы выиграли тебе немного времени, я уничтожу эту уродскую корпорацию Ты знаешь, кому принадлежат эти роботы? Да, я знаю их директора по безопасности И начну с него А я, видимо, посижу пока тут с трупом Это много времени не займет, только никуда не уходи Постараюсь Алло Так, 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 Изабелла Сонг Пошла нафиг Подождите Нет, и даже не пытайся мне шантажировать После прошлого раза я все подчистил У тебя нет ничего, что мне было бы интересно услышать Ноги в руки Я в курсе, что их целая армия, но времени на запуск было достаточно Позже обсудим Ага, так, и что? То есть вы даже не отрицаете? У меня нет времени на эти игры Правительство все координирует спокойно Если считаешь, что это жестоко, найди себе другую работу Да послушайте Один раз уже послушал, и до сих пор отдуваюсь перед советом Наводчик Альфа-6 не отзывается Найдите ее Но Джесси... А, твоя девушка Хорошо, что я в курсе событий Помните Джессику де лапе на ту порно-стендапершу? Объявить ее целью номер один Откуда вы узнали? У меня свои способы Я находчивый человек Особенно, когда дело касается шантажистов Способных навредить мне и моим близким И еще, как там ее менеджер зовут? Фарид? Его тоже найдите Серьезно? Всего хорошего, Изабелла Прощай Так, и что мне теперь делать? Так Ну, Джесси, надо звонить Да? Уже можно выходить? Пока нет Просто проверяю, как ты Пожалуйста, пришли под Могу Тут так тихо Так, и что мне теперь Симан? Кому звонить-то? Инспектор Симан Серера Что вы хотели, мисс Сонг? Мне нужна ваша помощь Что на этот раз? У меня куча работы Вы знаете, что сейчас творится на бульваре Резидент? Сейчас уточню Его арендовала Эль Футура А что такое? Территория оцеплена Жители в безопасности Так, я включу О боже, стоп Это... Видите? Да Так, я сейчас уточню Ничего не поделаешь Но там же Джесси! Боюсь, это не в моей юрисдикции Все совершенно легально Даже если кто-то пролез мимо знаков охраны Это не то, чем я должна заниматься Когда в городе кипят протесты Люди из Эль Футура Виновны в причинении смерти По неосторожности Ответят за это Но я не могу отправить отряд С проверкой без веской причины Периметр не охраняется Если вы ничего не сделаете Там погибнут люди Откуда вы знаете? Там моя подруга Я специально спросила Видела ли она знаки Хорошо, сейчас проверю Они сообщили, что выделили Около сотни человек Для охраны территории Становили вокруг множество Предупреждающих знаков Ничего там нет Вы уверены? Даже если это так Я не могу сейчас отправить туда отряд Да вы хоть что-нибудь можете сделать, а? Мне жаль, но нет У меня инструкция Если я отправлю людей на этот бульвар У нас всех будут неприятности Эта ситуация не в моей власти Так Но ты же принесла присягу И ты выпускница ФГУ Вы приносили присягу Там же, где училась жертва Мне напомнить вам текст Ну уж нет Даже не пытайтесь надавить мне на чувство вины От всего сердца Торжественно Клянусь служить в фарке Детектив Вы ведете себя крайне невежливо Клянусь защищать основные права человека Это не имеет никакого отношения к реальности Равно уважать всех Я помню, что говорила И предотвращать все преступления На то дана мне власть В моем положении Невозможно сдержать эти обещания Все, она плачет Или нет Я пыталась Но даже если я готова лишиться работы Я не хочу лишиться головы Мы делаем то, что нам вилят Я не виновата, что фарку раскупили корпорации Блин, мне вообще не следует это обсуждать Не вижу в присяге Клянусь помогать корпоративным козлам Убивать людей Я им не помогаю Никто им не помогает Им помогает то, что никто им не мешает Но вы Да, вы правы И жертв станет только больше Если мы Если мы не начнем действовать Пришлите ко мне, Фредди, живо Там Джесси Вы можете ей помочь? Да, сделаю все, что в моих силах Спасибо Ладно, пора за дело Спасибо, мисс Сонг Че Айзеку надо? Изя, ты не в курсе, что творится на бульваре? Президент В курсе, там роботы все огнем поливают О нет Там Джесси, но полиция уже выехала Ты звонила в полицию? Да, похоже, СРР наконец-то решила заняться делом Невероятно Самое время полицейским начать приносить пользу Не хочу показаться бездушным Но можно я тебя расспрошу о сложившейся ситуации? Сейчас? Нет, нет Когда обстановка нормализуется И Джесси благополучно вернется Просто это же грандиозная история А что там за роботы? Да в ноги чудовище Джесси сняла их на видео Потрясно И жутко Черт, корпорации что-то совсем заносят Действуют в отместку То есть ты считаешь, что виноваты протестующие? Да нет, корпорациями всегда управляли ублюдки Корпорации не имеют права так поступать Вот так просто применять силу Это безумие Давай потом это обсудим Да, конечно, извини Позаботься о Джесси Созвонимся потом Так, что-то тут какие-то... Я готова ответить на любые вопросы Спасибо, только дайте мне пару минут Мать вашу, мне нужно поговорить со своей девушкой Изи, я тут С девушкой? Да, я все еще так думаю Пусть даже мы поругались Может обсудим это позже? Хорошо, ты в порядке? Все нормально Полицейские спугнули этих воинственных мудаков из корпорации Люди из корпорации сбежали, как только услышали сирены Правда, офицерам пришлось обезвреживать роботов Кажется, они ранили пару полицейских Роботов взорвали? О, они пытались Но эти штуки непрошибаемы Но когда полицейские взломали систему, все отрубились Я смотрела из подвала Вскоре после этого они меня нашли Теперь нужно дать показания Но это не страшно Изи, я убила человека В рамках самозащиты Да какая разница Сначала нужно позаботиться о себе Я... Спасибо Я сейчас с полицией, так что не волнуйся, ладно? Позвоню, когда доберусь домой Береги себя Ой, путь к спасению Какая муторная... Муторная... Как это называется? Миссия Реально муторная Это прям... Так, можно как-нибудь ее приглушить? Нет, никак нельзя Буду через звонок говорить Очень долго я читаю У меня как бы горло уже пересохло Я читаю, 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 читаю Причем все, что они рассказывали Типа мы вот это Видим то, видим то Можно было сделать вот этими как раз маленькими головоломками Которые мы решаем на протяжении всей парки Но почему-то они решили это все красиво описывать И я, честно говоря, заколебалась читать Было скучно Предыдущая серия была очень классная Про искусственный интеллект Это же какая-то, ну, филерная, на мой взгляд Но, наверное, она имеет важное значение для сюжета Спасибо всем, кто смотрел Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь Я с вами прощаюсь Всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому